Территория спорта день за днём становится всё больше и больше. Нам нужно двигаться быстрее, чтобы успевать за петербургскими любителями здорового образа жизни. В рубрике «Бегущий Питер» мы показываем яркие беговые старты северной столицы. От знаменитых марафонов до обычных забегов, доступных каждому. Мир стремительно меняется, а бег никогда не устареет. Старты Кубка Губернатора Санкт-Петербурга, о которых мы рассказывали ранее, проходят не только на свежем воздухе, но и как эндор-триатлон, то есть триатлон в залах. Обычно такой триатлон проходит ещё и в коротком, спринтерском формате, а то наматывать 100 кругов в закрытом зале – это крайне сомнительное удовольствие. Зато этапы можно раскидать хоть на год, чтобы любители спорта постоянно были в тонусе. Серия «Индор Кубка» нынешнего 2023 года стартовала ещё в январе, а на минувших выходных, 18-19 марта, состоялся её третий этап, который мы и посетили. Атлеты стартовали на двух смежных аренах – в легкоатлетическом Манеже и в бассейне Сибур-Арены на Крестовском острове. Два стадиона разделяет только парковка, так что далеко ходить не надо. Правда, бассейн Сибура никак не предназначен для зрителей, места там мало, поэтому группы поддержки сосредоточились на трибунах Манежа, где проходили забеги и заезды на велотренажёрах. Конечно, зальный триатлон совсем не такой живописный, как открытый. И, разумеется, велотренажёр невозможно сравнивать с настоящей изнурительной велогонкой на выносливость, какие бы настройки ты там ни выставил. Зато эндорформат намного, намного проще для участников. Здесь не обязательно быть железным человеком, проявить себя может каждый. Многие участники бежали в своё удовольствие и старались сделать свой финиш как можно красочнее. Кто-то пробегал финишный створ спиной вперёд, а кто-то делал выпад, как на Олимпиаде или на Чемпионате мира. Стюарды тоже старались как-то разнообразить гонку со своими бубнами поддержки, которые теперь звучат на многих забегах. А у одной дамы была даже счастливая куколка, которой можно дать пять перед финишем. Чтобы ещё больше разнообразить картинку, в зале попутно проходили соревнования по скакалке или по роб-скиппингу, как это называется в мировой практике. Места внутри бегового круга много, так что чего его зря терять? Там уже располагалась зона восстановления, массаж и прочие уходы спортсменами. Вообще, если вам нравится, когда всё в одном месте и всё рядом, то зальный триатлон – это определённо ваш выбор. Может показаться, что такой триатлон чисто для любителей. Серьёзного атлета недолгий этап на велотренажёре и каких-то два километра бега по залу могут только насмешить. И да, многие профессионалы действительно терпеть не могут тренировки в зале, а уж беговую дорожку особенно. Тем не менее, даже для профессионала этот формат полезен. Во-первых, здесь гораздо проще отслеживать своё физическое состояние. Ветер, дождь, зной на тебя совершенно не влияют. Любителю это всё равно недоступно, ведь он недостаточно хорошо знает своё тело, а у профи чувствительность обострена невероятно. Поэтому в зале можно отследить свои слабости, экспериментировать, делать выводы. Ну а для обычных любителей здорового образа жизни триатлон в зале гораздо доступнее, чем настоящая железная дистанция. Один только плавательный этап в открытой воде отпугнёт очень многих. Далеко ведь не всех, ведь с детства приучили плавать в настоящих реках, бороться с течением, контролировать движение в большой воде. А поплавать в бассейне может каждый, да и редко кто откажется. К тому же в бассейне всегда видно дно. Для многих это психологически важно. Если вас пугает настоящий триатлон, но хочется сразиться со страхом, то индор-формат может помочь. А можно просто поболеть за спортсменов и хотя бы вдохновиться на ежедневное выполнение зарядки. У каждого свой формат. Субтитры подогнал «Симон»